Всех приветствую на своем канале. Жизнь популярного актера Алексея Янина и его родных навсегда разделилась на да и после в уже далеком 2015 году. Молодой и талантливый артист резко почувствовал себя плохо. В больнице у него диагностировали обширный инсульт. Хотя врачи на него не подумали, так как мужчина был слишком молод, после инсульта его парализовало. Поражение мозга было таким обширным, что врачи ввели звезду в кому и сделали трепанацию черепа. Следующие полтора года Янин пребывал в бессознательном и мучительном состоянии. В 2016 году он пришел в себя после того, как ему провели очередную операцию. Все это время рядом с Алексеем была его мама Ольга Андреевна. Несчастная мама Алексея Янина вот уже шесть лет ухаживает за беспомощным сыном. Женщина не опускала руки даже тогда, когда, кажется, не оставалось никакой надежды. Она по сей день вспоминает май того ужасного 2015 года. Он навсегда останется самым страшным и черным месяцем в жизни Ольги Андреевны. У него лопнул сосуд, мозг весь был в крови. Если бы мы в первые сутки действовали эффективнее, он бы уже бегал. Но случилось, как случилось, мы просто не знали о такой болезни, поделилась она переживаниями с корреспондентами. Мысли сдаться у матери актера никогда не было, поэтому она занялась восстановлением здоровья любимого сына. Он все понимает, все помнит. Может даже назвать имя девочки, которая нравилась ему в детском саду, память осталась. Говорит с трудом, а вот двигаться не может, рассказывала мама актера. Сейчас актер живет в загородном доме вместе с родителями. Ежедневно у него проходят многочасовые тренировки. У нас весь дом заставлен тренажерами на разные группы мышц. Там столько всего, что сложно себе представить. Летом при теплой погоде Леша почти все время проводит на улице. Для здоровья это полезно, рассказала мама. Не забывают об Алексее его друзья. Приезжает также супруга Дарьи Клюшникова с ребенком. Сын пары Андрей понимает, что произошло с его дорогим папой. Сейчас Ольга Андреевна создала сыну все условия для того, чтобы за ним был организован постоянный уход. Она спокойно рассуждает о будущем Алексея, когда ее не будет рядом. Женщина абсолютно спокойна. У меня есть дочь, его сестра. Думаю, эти заботы лягут на нее, а я этого не хочу. Понимаете, моя задача сейчас, поставить сына на ноги, чтобы он начал себя обслуживать и сам ходить. Пока я жива, буду этим заниматься, подчеркнула мама Алексея. Больше всего женщина скучает по лучезарной улыбке сына, которая осталась в памяти и которую она не видела уже шесть лет. Мама надеется, что однажды Алексей встанет на ноги. Семья мужественно проходит все испытания и старается не падать духом. А мне хочется пожелать только здоровья не только Алексею, но и его семье. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.